Убитый горем отец, к которому я отношусь с пониманием его боли, его утраты, но, видимо, кем-то подученный, кем-то подталкиваемый, он лучшего не придумал, как обвинить за 4 года после убийства сына около 50 человек в убийстве своего сына. Он обвинил губернатора Московской области, обвинил генерального прокурора, обвинил меня, обвинил Круликовского, Персианова, Пассат Энерго, ФСБ в последней пресс-конференции 2014 года, обвинил сотрудников ОМОН и так далее. Всего я насчитал около 50 человек. Даже если гипотетически предположить, что в ком-то он угадал, что этот человек является убийцей или заказчиком, то остальные 49 за что пострадали? Я посчитал несправедливым такое положение дел и подал в суд. Кстати, я был не единственным, кто подал в суд о защите чести и достоинства. Я подавал в суд трижды. Это будет, наверное, удивительно для вас, удивительно для моих земляков услышать. Я выиграл суд в 2011 году, в 2013 году и в 2014 году. И вот три решения суда, вступивших в силу, вот они передо мной. Все три суда принимают практически одинаковые решения. Я позволю себе зачитать строчку. «Признать несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Григорьева Михаила Юрьевича сведения, распространенные 14 марта 2014 года на первом канале ОРТ в телепередаче «Человек и закон» в части провозглашения Душко Анатолием Степановичем и далее по тексту». После эфира Григорьев подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. В итоге слова отца убитого мэра, сказанные в интервью нашей программе, сочли недоказанными. По решению суда мы обязаны сказать в эфире буквально следующее. Это цитата с соблюдением орфографии, пунктуации и смысла. Сведения, распространенные на первом канале в программе «Человек и закон» 14 марта 2014 года в части провозглашения Душко Анатолием Степановичем в транслируемом сюжете. Пункт А. Фамилия Григорьев, последовавший после комментария корреспондента. Цитата. «Похоже, что у героев нашего сюжета появились в руках козыри, которые позволяют предположить, кто на самом деле мог стоять за убийством Евгения Душко, у отца погибшего городоначальника в списке подозреваемых заказчиков, главные подозреваемые и другие люди». Конец цитаты. Пункт Б. Цитата. «А ведь все соучредители были убиты, остались только два человека Гончаров и Григорьев». Конец цитаты. «Являются недостоверными, не соответствуют действительности». Мы сказали. Михаил Григорьев показывает решение суда 29 сентября 2014 года, в соответствии с которым и было дано опровержение в передаче «Человек и закон». Свою честь и достоинство в суде ему приходилось защищать уже не первый раз. «Мне неприятно оправдываться. Мне даже неприятна сама форма извинения или опровержения на Первом канале. Все это было сделано бескусно, сквозь зубы. И фактически получается, что я принуждал передачу «Человек и закон» принести мне извинения. Опровержение было дано, но, как я сказал, достаточно бескусно и в своеобразной манере, что может, наверное, говорить о некоторой предвзятости, может быть, даже. Я выиграл суд. Выиграл суд, наверное, защищая репутацию свою, репутацию своих друзей, репутацию своей семьи. Мои дети здесь учатся, мои дети здесь работают. Моя мама смотрит тоже первый канал телевидения. Она пенсионер, она инвалид. И она в слезах мне не один раз звонила, Миша, что происходит. Тем временем Михаил Григорьев считает, что есть факты, связанные с убийством Евгения Душко, которые мало освещались в средствах массовой информации и на которые следует обратить внимание. В ходе расследования, покушения на депутата Диака был арестован некий господин Баранов. Так вот, господин Баранов в рамках расследования попытки убийства Диака признался в убийстве господина Душко. Ну, наверное, общественность вправе знать некоторые вещи. Конечно, есть тайна следствия. Конечно, какие-то вещи выносить на всеобщее обсуждение не нужно. Но есть те решения суда, которые уже стали публичными, и они вступили в силу. Так вот, я вам сообщаю, господин Баранов осужден за покушение на депутата Диака. Ведь об этом не знает город. И вы об этом не знаете. Он осужден, признан виновным. Но, по моей информации, может, я ошибаюсь, скорее всего, нет. Когда он признался еще в убийстве Душко, он был признан невменяемым и отправлен в психиатрическую больницу. Как я говорю, возможно превращаться в растение. Вопрос. Если человек признался в убийстве Душко, то почему об этом не знает общественность? Почему дело не доведено до логического завершения? Согласно решениям суда, вынесенным в пользу Михаила Григорьева, где сведения, распространенные Анатолием Душко, признавались несоответствующими действительности, Анатолий Душко выплачивал в качестве компенсации всего один рубль. Однако теперь Михаил Григорьев намерен просить у суда более жесткого наказания. В случае, если Анатолий Душко сам не опровергнет свои слова в СМИ. Анатолию Степановичу Душко хочется пожелать, чтобы, во-первых, он крепился. Во-вторых, чтобы он не поддавался на провокации тех людей, кто подталкивает его поливать грязью. Всех подряд, направо и налево, неуклюже, некрасиво и незаконно. А я, в свою очередь, защищал, защищаю и буду защищать свою честь и свою семью. Поэтому я подал заявление о возбуждении уголовного дела в отношении клевиты. Я не кровожадный, поэтому, пользуясь сегодня эфиром, я предлагаю, если меня слышит Анатолий Степанович, я готов принять его публичные извинения и не преследовать дальше его по закону. Если публичных извинений не последует, я буду преследовать его по закону и пытаться привлекать к уголовной ответственности. Не получится на местном уровне? На областном. Не получится на областном? На федеральном. Я знаю, что я прав. Продолжение следует...